Святой, всемогущий, праведный, добрый и милосердный Ты, о Бог, Спаситель, Искупитель, Поддерживающий, Обеспечитель, Оправдывающий тех, кого Ты призвал. И теперь, Господь, мы приходим перед величием Твоим в это воскресенье. Еще один день, который сотворил Господь, и теперь мы находимся еще ближе к Тебе, чем либо когда. И сегодня весь мир в еще больших проблемах, чем был на прошлой неделе. И мы молимся, чтобы Евангелие, Добрая Весть и Семя были распространены больше, чем когда-либо. И чтобы все это проделало великую работу в наших сердцах, Господь, помоги мне благословить тех, кто верит, и сделать так, чтобы это слово достигло грешников. Пускай все изменятся и поймут, что мы не можем оставить это здание неизмененными. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Спасибо, Вы можете присесть. Спасибо большое. Я ревностный. Я устремленный. Моя душа горит во мне. У меня нету проповеди. У меня есть послание для Вас. Я только передаю то, что Господь сказал мне передать Вам. Настоящий проповедник не выбирает вещи, которые он думает, вы хотите услышать. Его не волнует, проповедовал ли он об этом же на прошлой неделе. Итак, когда я подготовил себя к причастию, рассматривая различные местописания, кое-что привлекло мое внимание. В моей Библии, в Иоанна, 13 глава, 21 стиха, написана маленькая заметка перед этим стихом. Там говорится, Иисус предсказывает о Своем предательстве. Вот как это написано там. Итак, 21 стих. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором он говорит. И припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? И Иисус отвечает, Тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делай, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. За последние недели, даже месяцы, я был очень подавлен, думал об одном, я думал о Евангелии, которое мы проповедуем в Америке, американском Евангелии, потому что слишком часто оно преподается по-другому, чем библейское Евангелие. Американское Евангелие пытается дать людям чувствовать себя лучше о них самих, вместо того, чтобы они проверяли свое сердце и исследовали, верили они. Американское Евангелие, я думаю, виновно в том, что оно дает фальшивое чувство уверенности в спасении. Американское Евангелие посылает людей в ад. Они думают, я говорил об этом на прошлой неделе, что с ними все в порядке, потому что они приняли решение следовать за Христом. Давайте немного поговорим об Иуде. Иуда. Иуда был избран Иисусом. Иуда видел чудеса, которые совершал Иисус. Он присутствовал при этом. мертвые воскресали, слепые прозревали, шторма успокаивались. Иуда это все видел. Иуда слышал все, о чем Иисус учил. Когда Иисус брал на горы учеников, чтобы учить их, Иуда был с ними. Иуда был, как все остальные апостолы. Он точно вписывался среди них. Он был один из них. Более того, они избрали Иуду быть казначеем. Он носил денежный ящик. Он был их другом. Иуда, Матвей, Фома, все они сидели там и смеялись, и ели, и слушали Иисуса, обсуждали Его учения. Он один из них. Он был один из них. Но это только выглядело так снаружи. Но в действительности, по словам самого Иисуса, Иуда был нечистый. Он никогда не был очищен через Слово. Иуда был вор. Он воровал у апостолов. Иуда, а Иисус сказал, что он был предателем. Один из вас предаст меня сегодня. И он предал Сына Божьего. Иисус сказал, что Иуда был неверующий. И Иисус сказал, что в Иуде сам дьявол. Почему я так взволнован? Потому что мы делаем вид, что мы находимся в присутствии Иисуса, смотрим, что Иисус делает, говорим, что Иисус говорит, исполняем все нужные атрибуты, но даже не знаем его. И продолжаем быть нечистыми. Продолжаем быть ворами и предателями и неверующими и дьяволом. Поэтому я так взволнован в Духе Божьем. И я чувствую указание с неба для меня передать все четко и просто, даже если это заставит вас чувствовать себя некомфортабельно, чтобы после этого вы могли опуститься на свои колени и проверить свое сердце. Потому что до сих пор, пока что-то сверхъестественное не случится с вами, вы будете потеряны. Спасение не является умственным решением, которое вы приняли. Что вы будете жить лучше, пытаться изо всех сил, ходить в церковь, бросить и курить, или прекратить бегать на свидание, все равно, что вы там делаете. Я буду меньше пить, я буду меньше сквернословить, я буду пытаться быть верным своей супруге, но это не является спасением. Спасение – это духовное преобразование. И оно сверхъестественно, вы сами не можете его совершить, вы не можете сами это сделать. Это должно прийти от Духа Святого. И когда Он коснется вас, тогда вы будете преображены. Спасение – это воскресение из мертвых. Вы не можете сами себя воскресить из мертвых. Только Бог может это сделать. Спасение – это обновленный разум. Это не старый разум, которым мы пытаемся думать о хорошем. Это новый разум, который не может без того, чтобы не думать о делах Божьих. Спасение – это новое сердце. Вы хотите Бога, вы хотите истину, вы хотите Духа Святого, вы хотите идти на небеса, вы хотите Его больше, чем чем-либо или кого-либо. Он не в вашем списке вещей в перечне, Он единственный в вашем списке, Он ваша жизнь, если вы спасены. Он важнее для вас, чем ваша жена и ваши дети или ваш муж и ваши дети. Он более важен для вас, чем воздух, который вы вдыхаете в ваши легкие. Это спасение. Спасение – это когда Иисус и Его Отец войдет и будет обитать внутри вас. Вы становитесь храмом Духа Святого, храмом живого Бога. Спасение – не только дар, который вы получили, но это хождение, это путешествие, это битва и война и сражение. Это когда вы умираете каждый день для себя и для всего мира. Каждый день. это марафон. Это не то, что вы идете в церковь для того, чтобы чувствовать себя лучше. Это когда вы встаете каждый день, несмотря ни на что, и неважно, как вы себя чувствуете, говорите, «Я дитя Божье, Бога всемогущего и жизнь, которой я проживу сегодня», должна прославить Его во всем, что я делаю. Каждый день новое хождение, каждый день новое сражение. Вы никогда не можете расслабиться. Вы можете покоиться или отдыхать. Вы можете покоиться в работе, которая была завершена на Голгофе. Вы можете отдыхать, понимая факт, что Он для вас сделал. Я проповедую сейчас. Вы можете покоиться, зная, что каждая капля Его крови, которая была пролита за вас на Голгофе, омыла все грехи и будущее и настоящее. Он пролил кровь и принес прощение и искупление. Это было совершено. И Он воскрес из мертвых, и Бог сказал, «Все, свершилось, вы оправданы через веру. Отдыхайте в этом, покойтесь в этом, но никогда не расслабляйтесь». Потому что в тот момент, когда вы расслабляетесь, как Дитя Божье, вы понимаете, что есть сила и враг, задача которого уничтожить вас. Вот почему Писание постоянно предупреждает нас быть во всей оружии, чтобы мы могли противостоять дьяволу, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он ищет свежей крови. Он вечно голоден, он вечно злой. Все, что он хочет, это украсть, убить и погубить. И это написано не для неверующих этого мира, это написано для верующих и для церкви. Это предупреждение от Бога. И только потому, что вы сказали, «Я спасен», это не значит, что дьявол оставит вас в покое и уйдет. Нет. К тому же, он увеличит свое давление и силу против вас, потому что вы поняли, что Иисус сделал для вас. Мы предупреждены об опасности смешивания с миром. Этот мир – опасное место, и он управляется опасными людьми. И зло только увеличивается с каждым днем. Я опять хочу напомнить вам, что Библия говорит, что самое уязвленное место на этой земле – это сердце человеческое. Оно может опуститься настолько низко и быть таким жестким, что слова не могут описать его безнадежность. Вот почему великая благодать и кровь Иисуса будет свидетельствовать за нас в вечности, потому что они заботятся о вещах, о которых только Бог может позаботиться. вот почему, когда Писание учит вас снова и снова, говоря, удаляйтесь от этого мира, не входите в этот мир, не будьте частью его, не думайте, как он, не пой его песни, не ходи его путями. В книге Откровения, когда Вавилон, ужасы и грехи Вавилона были разрушены, я извиняюсь, были открыты, Дух Святой приказывает вам, выйдите оттуда, мои люди, не будьте такими, как они, не делайте того, что они делают, не стремитесь к тому, чего они стремятся. Вы вне их, вы другие, вы должны быть совершенно святыми людьми. Вы храм Бога. Так поступайте и живите так, говорите так, желайте того, что Бог желает, и ненавидьте то, что Бог ненавидит. Выйдите из мира, мои люди. Это не ваш дом и это не ваш мир. И тут нет ничего, чего бы вы хотели или вам надо, потому что все, в чем вы нуждаетесь, приходит от Иисуса. Он ваша жизнь. И наш дом наверху. Мы предупреждены во многих местах Писания смирять нашу плоть. Самый большой враг у нас это вы сами. И это не дьявол. И хотя дьявол ходит вокруг вас, как рыкающий лев, он не может прикоснуться к вам до тех пор, пока ваше плоть не позволит ему этого. Понимаете, когда вы грешите, это вы хотите греха. Дьявол не может заставить вас сделать этого. Вы выбираете сами делать это. Вы хотите делать это. И вы не можете винить никого и ничего за это. И это мир, в котором вы живете. Понимаете? В том, что происходит, обязательно кто-то виноват с вашей точки зрения. Возьмите, к примеру, алкоголиков. Они никогда не чувствуют себя виноватыми. Кто-то другой виноват. Это кто-то или что-то сделал мне и заставил меня пить. Или, к примеру, наркоманов. Всегда обязательно кто-то другой сделал мне. Если бы ко мне относились по-другому, если бы они не сделали это. И позвольте мне сказать вам, вам надо прекратить использовать эти оправдания, потому что в один день вы будете стоять перед Иисусом. И вы скажете, я не служил тебе, потому что мой отец недостаточно любил меня. На что Иисус скажет, но мой отец был добр к тебе, он дал тебе благодать и спасение. Понимаете, плоть всегда обвиняет кого-то другого и ищет всегда крайнего. Но вы никогда не должны забывать, когда вы просыпаетесь каждое утро, что ваш враг это вы сами. И если вы каждый день не пребываете в Слове Божьем, если вы не пребываете в молитве, вы подставляете себя, вы даете силу для вашей плоти и вы даете ей разрешение выйти из-под контроля в этот день. Я хочу повторить, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была победоносной, вам надо ходить в победоносной жизни Иисуса Христа. Не угождайте плоти, не заигрывайте с миром, не ублажайте дьявола, встаньте как воины Бога Всемогущего и оденьте все оружие Божье и проводите свой день в Духе Божьем. И эти плотские вещи и эти мирские вещи настолько опасны, Павел пишет и предупреждает нас, говоря, удаляйся от любого зла, беги от него. Вы не можете устоять в этом. Если вы в чем-то слабый, бегите в другую сторону, не давайте себе разрешения на грех. Я хочу повторить вам, нам нравится ублажать нашу плоть, потому что мы ее так любим. Могу я немножко углубиться в этом, если вы не против? Наши родители наказывали нас, наши отцы отшлепывали нас, и наши дяди пили перед нами, и все эти вещи проходили с нами. И мы говорим, вот причина, кем я являюсь. Я не могу ничего с этой изменить и поделать. И мы начинаем жалеть и лелеять нашу плоть, не понимая, что мы лелеем кобру. И кобра говорит, да, жизнь так тяжела, никто не понимает тебя, ой, ты пытался, но никто тебя не защищает, не понимает, это все сильнее меня. И мы говорим, да, да, это так. И потом она впивается вам в глотку, и она впрыскивает греховный яд в вашу жизнь. И следующее, что вы понимаете, что вы ведете себя как грешник, вы говорите, как грешник, вы любите то, что любят грешники, и все это в присутствии Иисуса. Точно как Иуда. Бог дал вам возможность, Бог вас призвал, но если у вас нет сверхъестественного духовного изменения, вы умрете и пойдете в тот же ад, где сейчас находится Иуда. Как я могу быть, как я могу еще более понятно объяснить вам это? Я знаю, что есть люди, которые скажут, о, пастор, перегибает палку, как обычно. Слишком жестко говорит об этом. Это слишком грубо. Я хотел привезти моих соседей, или моя мама, может, не захочет больше сюда прийти. Она сюда не захочет вернуться. Могу я вам кое-что объяснить? Это не выступление, на которое вы пришли. Это не шоу, это не Бродвей. Здесь муж Божий стоит перед вами и предупреждает людей о том, что Иисус скоро вернется, и вам надо родиться свыше. Вы что, шутите? Я слышу постоянно об этом. О, это слишком жесткие проповеди. Послушайте меня. Послушайте меня. Не существует такой вещи, как жесткое проповедование. Проповедь есть проповедь. Проповедь всегда расстраивает грешника, и проповедь благословляет тех, кого дьявол пытается запугать в течение всего дня. Проповедь для того, чтобы поддерживать слабого и обменять отступившегося. Не существует таких вещей, как жесткое проповедование. Существует слабое проповедование, когда муж Божий выкидывает свое призвание и разбавляет правду для того, чтобы сделать людей счастливыми. Вот что такое слабое проповедование, но сильная проповедь переводит грешников к алтарю. Настоящая проповедь. Извините меня, что я так эмоциональный. Настоящая проповедь. О, конечно, она расстраивает вашу плоть. Плоть всегда расстраивается от правды. Плоть всегда отвергает святость и праведное житье. Это всегда шок для плоти, когда она находит... О, наверное, я не спасен совсем. Я знаю все эти песни, которые вы поете, но похоже, что я не спасен. Я, может, и участвую во всех программах в церкви, но похоже, что я не спасен. И это причина, почему я пытаюсь расстроить вас. Поднимите свое лицо к Господу и подумайте, если было ли у вас рождение свыше, тогда, когда Дух Святой засвидетельствовал Духу вашему, что вы Его, и что вы были омыты кровью, и вы можете встать и прославить Бога, и благодарить Его за великое спасение. Послушайте, почему бы нам не позволить Писанию говорить к нам на минуту? Почему бы нам не открыть 2 Петра, 3 глава 17 стиха? Итак, вы, друзья, позвольте мне снова начать. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренны о всем, берегитесь. Берегитесь, беречься чего? В предыдущем стихе Петр предупреждает нас, что в последние дни появятся лжепророки, лжиучителя, и ложное представление о спасении будет проповедоваться в церкви, и люди будут смеяться над вторым путешествием Христа. Имеется в виду, что эти лжецы, эти дьяволы, наполнят церковь и будут пытаться изменить доктрины и традиции истины. Итак, позвольте мне еще раз прочитать вам. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренны о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Я это не сказал. Дух Святой сказал это, что вы будете делать с этим местом Писания, что вы будете делать? Попытаетесь выкинуть вон? Или попытаясь подставить, как-то объяснить вашими доктринам, с которыми вы чувствуете себя очень комфортабельно? Тут так написано, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Вот что поразило меня прошлым вечером. Первое Фессалоникийцам, 3 глава, 5 стих. «Посему и я не тебя более послал узнать о вере вашей». Видите, он был в Фессалонике некоторое время. И вы знаете, каждый пастор, Павел был пастором, он, конечно, был апостол, но он был проповедник и пастор. «Все, о чем он думал сначала, поверьте мне, это здоровье его церкви. Это то, о чем я думаю постоянно. Это здоровье и духовное состояние моей церкви, этой церкви. У меня есть масса видений, я размышляю над ними. Это все, о чем я могу делать, думать». По этой причине, когда у меня уже не останется сил, я буду продолжать укреплять вашу веру. Итак, вернемся к 1 Фессалоникийцам 3.5. «Посему и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Что вы будете делать с этим местом Писания? Павел переживал о том, что после всего, что он утвердил, создало, к чему он учил их, после того, как он ушел, искуситель, который в миру, сатана, искуситель, чтобы он не искусил их и его труд не был напрасен и не сделался тщетным. Я хочу остановиться на минутку и передохнуть, потому что это в точности то, что чувствую я. потому что я видел людей в этой церкви, я видел лица в этой церкви года, даже декады, которые постоянно приходят и уходят, падают и поднимаются. Приходит пробуждение, они полны славы, но проходит время, и их не видно больше в церкви. И вы думаете, что искуситель, что, вы думаете, что если искуситель искусил, все это было напрасно? И прежде чем я перейду к следующему месту писания, я хочу, чтобы вы поняли, что это церковь. Это очень некомфортабельная вещь говорить про ад. Вот почему большинство проповедников никогда не упоминает об этом. Это очень некомфортабельная вещь говорить о падениях или о смирении. И вот почему большинство проповедников говорят вам, ой, не переживайте, с вами все в порядке. Но я не из такого рода проповедников. Я не хочу отпустить вас отсюда сложным представлением безопасности. Я думаю, каждый раз, когда мы приходим в церковь перед выходом, мы должны проверять себя, наши мотивы, наши мысли, проверять наши слова, наши поступки каждый раз. Мы не на какой-то вечеринке. Мы посреди битвы. Мы в битве против безжалостного и беспощадного врага, дьявола, кто знает, что у него есть союзник, мир с его обольщениями, которые притягивают нас, и также он знает, что лучший друг этого мира это наша плоть. Наша плоть. Когда я открыл первое Коринфянам и прочитал десятую главу, позвольте мне прочитать вам с первого стиха. не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком. Это значит, что все израильтяне, которые вышли из Египта, находились под облаком, которое защищало их. все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море. Имеется в виду, что когда они были с Моисеем, слугой Божьим, он дал им слово, закон Божий. Третий стих. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, для всех нас, для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. вы знаете, в чем они были похотливы? Что здесь говорится? Это когда вы хотите чего-то больше, чем хотите Бога. Седьмой стих. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано народ сел есть и пить и встал играть. Это называется идолопоклонство. Понимаете, желание этого мира празденства и гулянки. Посмотрите вокруг себя, вечеринки везде. мы идем на игру, давайте устроим вечеринку, гулянки, гулянки и вечеринки. Позвольте мне сказать вам, я проповедник старой закалки здесь. Я старый и немодный проповедник. Я старый школопятидесятнический пастор. И это точно сказал мне как никто, кто любит Иисуса, никогда не будет удовлетворен сидеть на стадионе, смотреть на эти глупые игры, окруженные толпу пьяных мужиков, которые пьют пиво, сквернословят и ругаются, и думать, что это так здорово. Нет, вам это не нравится тоже, правда? Нет, царь, я могу привести еще много-много разных примеров, которые христиане ожидают, и говорят, ой, я не могу дождаться того или того. Ну вот, немодная часть меня. Я не могу дождаться того момента, пока он придет, и у меня не так много времени. Вы слышите меня? У меня просто нет времени на такие пустые вещи, не имеющие ровно никакого значения. За них еще и деньги платят, и все эти вещи не имеют ровно никакого значения, и о них никто не вспомнит через несколько недель. Ничто в этом мире не имеет значения, ничто в этом мире не важно, ничто в этом мире не удовлетворяет ничего нему для верующего не должно волновать нас, кроме силы крови живого Иисуса Христа. Библия, Слово Божье и Церковь живого Бога. Только это важно. Заметьте, как стало тихо. О, пастор, ты из другого поколения, я не думаю, что это неправильно, я не думаю, я думаю, что ты устарел, правда. Знаете, что настоящее дитя Божие никогда не думает, насколько далеко он может зайти в грехе? Вы слышали меня? Сколько я могу выпивать, чтобы все равно попасть на небо? Сколько я могу сквернословить, сколько я могу ругаться, насколько глубоко я могу быть погружен в этот мир и при этом пойти на небо? Вы не спасены. Потому что, когда вы спасены, вы не хотите подходить к краю, вы хотите удаляться от всего, что не выглядит, как Иисус, не пахнет Иисусом и не выглядит, как Иисус, потому что ваше сердце изменилось, оно стало другим. Иисусом если кто-то из вас чувствует дискомфорт сейчас, я пытаюсь сделать, чтобы вы чувствовали некомфортабельно, чтобы вы поняли причину, по которой мы живем побежденными в нашей жизни, потому что мы стоим слишком близком к миру и все, что мы хотим. Позвольте мне прочитать вам кое-что еще. Восьмой стих. не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали и в один день погибло их 23 тысячи. Вы с вашей гендерной чувствительностью, вы с подтверждениями нового стиля в вашей жизни, вы злите Бога. Не злите Его. Он не потерпит этого. О, да, он терпит, какое-то время, но затем молот ударит. Не заигрывайте с Богом. Девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Роптали? Некоторые переводы говорят ворчали. Искушали Христа и ворчали или роптали. Искушать Христа значит говорить, мне не нравится кто и кем я являюсь, мне не нравится, что происходит в моей жизни, мне не нравится, мне не нравится, я так стараюсь, я не ожидала этого, что со мной случилось. Иисус говорит, что каждый верующий должен полагаться или надеяться на Него. Путь, который Он подготовил для их жизни индивидуально, каждый верующий говорит, что все, знает, что все содействует ко благу для тех, кто любит Бога. И шаги каждого верующего направляются Богом. Если вы на самом деле верите в это, неважно, где вы сейчас находитесь, вы не должны ворчать и жаловаться, вы должны славить Бога за то, что Он поставил вас туда, где вы находитесь. «О, мне не нравится этого, я не ожидал этого, я не хочу этого». Правда. Но твой Бог поставил тебя туда для чего-то. И это очень расстраивает Бога, когда мы настолько слепы и не замечаем Его доброты и милосердия, что мы ворчим и ропщим на то, где мы находимся. И дальше говорится 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам». Это относится к нам, достигшим последних веков. «Посему, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть». Посмотрите, еще одно предупреждение. Вы не можете устоять своей силой, вы не можете устоять в своей гордости. Вы не можете, вам нужен Бог, вы не можете сделать своими силами. 12 стих. «Посему, кто думает, что Он стоит, берегись, чтобы не упасть?» Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Могу я проповедовать еще минутку? Ваша проблема не больше, чем чья-либо другая. Ваша проблема, какая бы она ни была, не больше, чем у кого бы другого в этом здании. Это ваша проблема, это ваша ситуация, это проверка от Бога для вас. И поэтому вы должны помнить, что мы все проходим через что-то. Верит ли церковь в это? Мы все проходим через что-то. И мы все чувствуем, что это никогда не закончится, все чувствуем, что это самое худшее место, которое только может быть, мы все чувствуем, что Бог повернулся к нам спиной, и так далее, и так далее. Но у вас постигло искушение не больше, чем человеческое, но Бог верен. Он верен. Кто из вас знает, что Бог верен? Не просто смотрите на меня, если вы знаете, что Он всегда верный, прославьте Его восклицанием Аллилуйя за верность Божью. Знаете ли вы, где бы вы сейчас не были, если бы не верность Божья в вашей жизни, знаете ли вы, о чем бы вы сейчас говорили, если бы не верность Божья в вашей жизни, но Бог верен, и Он не даст вам искушение больше, чем сможете вынести, и Он даст и облегчение при испытании, чтобы вы могли перенести. Он только что процитировал 13 стих, понимаете? Каждая проверка, у каждой проверки есть дверь. Вы можете выйти через эту дверь и быть свободными, или вы можете стоять и продолжать жалеть себя и обвинять вашего отца, и обвинять обстоятельства всех вокруг, и продолжать стоять там с вашей плотью и позволять дьяволу разрушить вашу жизнь. Или вы можете понять и сказать, мой отец уже приготовил выход для меня, я должен найти его, о, он вот тут, и вы вырываетесь через эту книгу и через моление на ваших коленях. Братья, когда вы опускаетесь на ваши колени, читаете эту книгу, искушение исчезает из вашей жизни. В ту ночь, когда Иисус был предан, я еще не закончил с этим стихом, в 14 стих, и так, возлюбленные мои, убегайте и дало служение. Вот еще одна вещь, от которой мы должны убегать. Убегайте от всего, что уводит вас от Христа. Любые чувства, любые деньги, любая вещь, любой человек убегает от этого человека. Эта вещь хочет занять место Христа в вашем сердце. Я видел это и вижу снова и снова. Кто-то испытывает настоящий духовный опыт, и затем появляется бойфренд или герлфренд, или появляется новая работа, и все это уводит вас в сторону. Затем они начинают чувствовать себя плохо, потому что они достаточно успешны. Я видел это много раз. И вы думаете, мы можем привыкнуть к этой дьявольской хитрости? Позвольте мне сказать вам, каждый раз, когда у вас появляется духовное откровение, следующее у вас появится предложение от мира. Я никогда не говорил об этом, но это пришло от Бога сегодня. Вы слышите, что я сказал вам, церковь? Каждый раз, когда у вас происходит духовное пробуждение, можете сразу смотреть и искать, скоро появится предложение от мира. И как мне разбираться с этим? Иисус в ночь, когда он был предан, взял Петра и Акова и Иоанна в Гефсиманский сад. И он сказал, оставайтесь здесь и бодрствуйте, пока я буду молиться один. И Иисус ушел. Мы не представляем и не можем представить себе силу агонии, через которую ему пришлось пройти. Иисус лег на свое лицо и сказал, Отец, если возможно, доминует меня чаша сия и позволь этой чаши, чаши гнева и отвержения пройти мимо меня. Если существует какой-либо путь избежать креста, но все равно не моя воля, но твоя. И когда он помолился, он пошел проверять своих учеников и увидел, что они спят. Он сказал, вы что, не могли немного пободрствовать? Я даже не просил вас молиться со мной, а просто попросил пободрствовать, просто поддержать меня, пободрствовать. И он снова ушел молиться. И это случилось во второй раз. И в третий раз он пошел на молитву. И когда он вернулся, он сказал, хорошо, спите. И потом он сказал нам, бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение, потому что дух бодр, плоть же немощна. И в моем простом разуме я что-то понял для себя. Я прочел, что если я бодрствую и молиться, я не впаду в искушение. Я не говорю, что я не буду искушаем, но я не впаду в искушение. И причина, по которой люди так часто падают, причина, почему люди снова и снова возвращаются к греху, проста. Они не молятся. У вас нету молитвенного времени, если вы постоянно впадаете в грех. Вы не бодрствуете. Вы смотрите что угодно, только не Писание. И вы делаете что угодно, только не молитесь. Это оскорбляет вас. Мой Господь говорит, бодрствуйте и молитесь. Мы должны быть самыми молитвенными людьми на планете Земля. Мы постоянно должны молиться. Мы должны молиться в духе. Мы должны молиться ежедневно. Молиться, молиться и молиться. Потому что если мы будем это делать, мы не впадем в искушение. И это путь, с каким мы будем стоять вне греха. Молиться, бодрствовать. Я не говорю, идите на консультацию. У нас есть люди, которые не молятся, но зато постоянно ходят на консультации, садятся в кружок, слушают о проблемах других людей. И до тех пор, пока это христиане духовно подтверждено Писанием, ладно. Но вы должны понимать, что консультации не решат ваших проблем. Консультации не сделают вас сильными. Консультации не сделают вас победителями. есть только один путь, и это бодрствовать, и молиться, и молиться, и бодрствовать. И когда вы делаете это, Дух Святой оценит это и разорвет ад вокруг вас и выведет вас из этого искушения. Скажите «Аминь». У меня тут небольшая заметка. И тем утром я ее записал. И я не был уверен, или это Господь говорит, или Лорен. И на первом служении я прочел эту записку, и вы сами решаете, это Господь или Лорен. Я хочу сказать пару слов мужчинам. Когда я говорю об искушении, вы знаете, какое самое из основных искушений для нас. Это она, женщина. Вы можете выйти из этого здания, вы можете пойти куда угодно и увидеть тела, оголенность, соблазн, одежда, которая еле прикрывает тело, одежда, которой женщины выглядят хорошо. Вы знаете, о чем я говорю. И короткие шорты, и открытые майки. И что делать мужчине, который хочет жить правильно, мужчине, который хочет быть святым. Они не знают, куда отвернуться, потому что на 360 градусов вокруг тебя это происходит, это повсюду. Но проблема в том, что это же самое происходит и в церкви. Мужчины не должны бороться с этим в церкви. Дамы, девушки, когда вы встаете утром и выбираете, что вам одеть в церковь, вы должны понять, что вы идете в Святой Дом Божий. Вы не приходите сюда, чтобы показать себя. Подождите. Вы не идете сюда, чтобы показать ваши ноги. Если вам постоянно надо отдергивать юбку и стараться стоять так хорошо, то вы одеты не в правильную одежду, не только в церкви, но и везде. Послушайте, я не зол сейчас, я просто пытаюсь сказать вам истину. Вам надо изменить дреску. Это не место для свидания, это не место, где вы ищете нового мужа. Это место, куда мы приходим, и Дух Святой наполняет его. И Иисус с нами, и святость его здесь. И это не место, где мужчины должны бороться со своей плотью во время служения. О, пастор, а что по поводу мужчин? Вообще, знаете, никто не жаловался мне, что мужчины одевают слишком короткие шорты. Еще. Пастор, это наша культура. Услышьте меня. Когда вы спасаетесь, ваша культура меняется. Мне все равно, какая у вас культура французская, русская, румынская, мне все равно, какая она. Когда вы спасаетесь, вы становитесь христианами, и вы ведете себя как христианин, и вы одеваетесь целомудренно для славы Божьей везде, куда бы вы ни пошли. Если вы не спасены, я хочу сказать, что Иисус любит вас и хочет спасти в это утро. Вы можете подойти сюда, мы будем молиться за вас, и вам откроется путь на небеса. Вам только надо сделать решение жить для Христа, и вы будете сверхъестественно изменены. Если вы хотите выйти вперед, мы будем молиться. А для всех остальных мы идем в этот день, и мы будем проводить себя, проверять себя, находимся ли мы в вере. Мы будем отвечать перед Богом, как мы одеваемся, говорим, как мы себя ведем, и как мы представляем себя миру. Потому что мы свет миру, свечу не ставят под стол, оставят, чтобы она светила всему миру. Мир должен видеть Дух Христов через нас. Я говорю себе, вот если я улыбаюсь, они поймут, что я не зол на них. Вот посмотрите на меня, я достаточно хорошо улыбаюсь, но я не играю сейчас с вами. Братья, в один из таких дней, я верю в это. Мы все пойдем на небо, и проповедники встанут перед ним, перед великим пастором, он откроет свою пастырскую награду, и он скажет, пусть твоя церковь пройдет перед тобой и поблагодарит тебя за то, что ты предупреждал о твоих ловушках. И я верю, кто-то из вас подойдет ко мне и скажет, спасибо, пастор, спасибо, проповедник, спасибо, Иисус, превозношу тебя, Иисус, за то, что ты говорил этому проповеднику предупреждать нас. И вот что мы сейчас сделаем. Если кто-то из вас есть тут не спасены, выходите вперед, Иисус спасет вас. Новое для нас, кто знает имя Христа, будет молиться и бодрствовать, и жаждать Слово Божье каждый день нашей жизни. И теперь, Господь, превозношу имя Твое и прославляю. Я благодарю за возможность проповедовать сегодня. Я благодарю за Твое Слово, которое ты освободил. И когда мы будем уходить с этого здания, мы будем жаждать Слова Божьего. Иисус и Христа мы молимся. Пока прощаюсь с вами до завтра, пока мы не увидимся на самом важном служении, молитвенном. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего. Благоугодны перед Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Аминь. Люблю вас, церковь.